Я хотел поговорить о промышленном производстве груши в России. Что такое интенсивный сад? Все знают, интенсивный, прежде всего должен быть горожан. Сдерживающим основным фактором развития производства груши, на мой взгляд, это отсутствие подвоев груши, приводных для интенсивного садоводства. Именно отсутствие подвоя для Восточной Европы. В настоящее время это появилось на Западе, это инновационный подвой карликовый, выведенный голландскими селекционерами, это подвой лучше Айва-Пелин-Кюбелин. Значит, анализ того материала, который существует в открытых источниках, смело может позиционировать с подвоем М9, когда он появился в интенсивном садоводстве. Как интенсивное садоводство невозможно создать без подвоя М9, так же невозможно создать интенсивное садоводство груши без подвоя. Сейчас идет массовый переход европейского садоводства на этот подвой. Значит, если мы возьмем подвой БА-29, я думаю, что здесь есть специалисты присутствующие. Потолок его урожайности это 30 тонн, ну в зависимости от некоторых садов, таких как толгарка, киргизская зимняя, там будет урожай выше до 40 тонн. Но для европейской груши урожайность больше 30 тонн не будет. Также у него куча недостатков. Это сильноросло, это из всех подвоев Айвы является одним из самых сильнорослых. Также можно сказать, что он низкоустойчив к изыскому хлорозу. И рекомендуемые схемы посадки для него 4 на 1. Особенно для тех хозяйств, которые собираются использовать противородовую сетку, это минимальное расстояние, где можно еще сетку использовать. В то время как урожайность на подвои ЭЛИН декларируют до 60, а в некоторых источниках до 80 и даже 100 тонн. Такой хотя бы косвенный признак регистрации этого подвоя в Америке говорит о том, что американцы очень прагматичные люди и зря ничего не делают. Равно как вчера Александр Акимович Акимов рассказывал про инновационные подвои линейки, серия линейка Женева, то же самое можно сказать про подвой Кьюили. Значит, применение этого подвоя позволяет уменьшать уже межбурядия 3,3,5 на 0,8 до 1 метра. Формировки тоже вам известны, и одноосные, и бибаум, и бибаум в плоскости ряда, и бибаум поперек ряда с формированием двухплоскостной шпаляры. Ну, есть у каждой, также можно рассмотреть такие формировки, как канделяпы. Но одни из самых перспективных, это горизонтальные кордоны с несколькими проводниками, которые называют кордон Гьюили, но это неправильно, это формировка виноградная. И уже площадь, вернее расстояние между рядами, уже сокращается до 2,8-2,4 метра. С непосредственной высотой плодовой стены, что основной урожай находится на высоте поднятой руки. С непосредственной сбором в контейнер, минуя промежуточную тапу. Груша имеет особенность, очень тяжело переживать механические повреждения. Поэтому прямая уборка, это понятно, что при таких формировках трудоемкость падает намного ниже. Морозостойкость этого подвоя декларирует до минус 28 градусов, но рассматривать, конечно, такую морозостойкость в прямом смысле минус 28, сложно. Есть всякие эти факторы, которые учитываются. Вам, наверное, понятно, о чем я говорю. Также интенсивные шпалерные формировки, прежде всего, позволяют уйти на малую толщину плодовой стены, что резко увеличивает эффективность средств защиты растений. Любые объемные формировки груши, они неприемлемы хотя бы по той причине, что мы не можем хорошо обработать. Сортовой ассортимент. Механический перенос сортов Западной Европы или с прилавка магазинов, как у нас принято. О, увидели конференцию. О, увидели Аббат ФИТ. И мы будем такую же. Ни к чему хорошему не принесем. Полноценное сортоизучение производителями делать сложно, потому что приходится сортоизучение проводить по основной работе. А наука в этом вопросе бездействует или делает вид, что она что-то делает. Поэтому необходимо взять сортовой состав груши из опытов садовода Украины. На Украине есть хозяйства, которые при площади 40-45 гектаров имеют воловой сбор 2000 тонн. Поэтому интенсивную грушу меньше с урожайностью, чем 40 тонн считать даже нельзя. Основным промышленным сортом является сорт «Ноябрьская Молдавия». Поэтому прошу всех садоводов называть этот сорт только таким названием, а не каким-то там «Ксении» и прочим. «Ксения» это зарегистрировала в Западной Европе этот сорт. Это продукт селекции «Ноябрьской Молдовы». Наш, советский. И поэтому надо называть сорт так, как он. Находится под каким-то названием в перечне селекционных достижений. Спасибо Крымской опытной станции, Никитинскому ботаническому саду, что они в декабре 2014 года зарегистрировали сорт. И теперь нам не нужно зависеть ни от кого-то. Наш сорт, мы имеем право его размножать. Значит, чем отличается сорт «Ноябрьская Молдавия»? Сорт очень скороплодный, урожайный, относительная слаборостность. Плоды красивой достойной формы, урожайный. Вкус отличный, хранится в регулированной газовой саде до года без потери вкусовых качеств. Есть некоторая неопределенность в сортах опылителя. Мы предполагаем, что таким сортом может служить такой сорт, как тердийская зимия. Один из обязательных условий сорта опылителя, рассматривая вопрос бактериального ожога, любой сорта опылителя должен иметь устойчивость к бактерию выше основного сорта. Тердийская должна являться таким, потому что зацветает раньше немаловажный фактор и имеет отдаленное родство. Поэтому ее можно рассматривать, но в ближайшие годы уже будет понятен ответ на этот вопрос. На Украине используют сорт Гаверла. Голландцы рекомендуют сорт Графенгепа или так называемый сорт Саксоги. Также украинцы рекомендуют сорта Яблуниевская, Бланка, Эрика, Дерборьюм, Гаверла и некоторые другие. Многие из названных этих сортов сейчас проходят сорта испытания. Для садоводов нежелающих рисковать с бактериальным ожогом, с медьяницей. Есть сорта, которые не подвержены этим болячкам. Таких как киргизская зимняя, толгарская красавица, сельницкий ферк, азиатские сорта. Которые значительно уступают по вкусовым качествам европейским сортам. Но в условиях так называемого тотального дефицита плодового руши на прилавках вполне является рыночным товаром. Говоря об опылитерах сорта в Ноябрьске, также стоит заметить, что применение гиберлина дает хороший эффект. Также с высоким эффектом применяется искусственное опыление. Чем мучиться подбирать и надо, но все это делается параллельно. Сорта опылителя можно применить искусственное опыление. Три страны производят искусственное пыльцо. Голландия, Италия, Китай. Стоимость ее порядка полутора тысяч евро. Рекомендуемые нормы применения от 80 до 120 грамм. До производственников морят возможности проводить эксперименты. Также, говоря о ассортименте грушек, также рассматривать нужный вопрос посадочного материала. Прежде чем будущий производитель посадит сад, он должен побывать и в питомнике, и в маточнике, и в маточнике, и в маточнике побывать. Без этого вы покупаете катамышки. Здесь из присутствующих людей могут сказать, что они получили бесподобный результат на посадочном материале заграничном. Кто-нибудь может похвастаться? Пусть он, пожалуйста, для нас доведет эту информацию. Нам было бы интересно послушать. Перечень рассматриваемых вопросов производства грушек. Ароме, ну далеко не все аспекты мы можем рассматривать. Что касаемо возраста посадочного материала, одно-двухлетнего, я сторонник однолетнего. И доращивание производите формировку уже в саду. Это намного проще, чем высаживать, формировать, пересаживать уже сформированное дерево, которое намного сложнее приживается. Также я непреклонный сторонник безгербицидного питомника. Ну, некоторые вопросы я, наверное, пропустил, но из-за того, что мое выступление во времени меньше регламента, поэтому я с удовольствием послушаю, может быть, у кого-то возникнут какие-то вопросы. Значит, еще, могу сказать, на телеграм-канале найдите «Груша России», там вы увидите достаточное количество видеоматериала. Я думаю, грушеводам там есть моменты, которые будут интересны. А также, где экспонируют в базе свою продукцию, я оставлю последний перевод статьи по подвою Киорин с отзывами, в основном, голландских специалистов. Как Европа переходит сейчас широко на применение подвоев в серии линейки Женева, также, повторяюсь еще, Европа переходит на подвой Киорин. Без Киорин интенсивный сад не будет интенсивный. У меня все. Спасибо. Алексей, может быть, все-таки вопросы? Если есть вопросы, то есть очень интересный заклад. Вы просили долго микрофон действия. Скажите, пожалуйста, а вот пробовали ли вы формировку картонную на груши, вот то, что вы показывали? Какую? Ну, картонную, как она, много лидерная. Да, пожалуйста, приедьте ко мне, увидите, но все это в стадии производственного изучения. Сколько лет вы уже изучаете? Как вам не смешно покажется, я уже занимаюсь всего лишь пять лет. Ну, понятно. Спасибо. Еще вопросы? Все, да? Спасибо большое. Спасибо. Для столь сложного вопроса груши, а отсутствие вопросов, это прям-таки удивительно. Есть еще вопросы, на самом деле. Дело в том, что вопросов мало, потому что в основном остались, наверное, на Краснодарце. У нас груша занимает очень малый процент в посадках. Наверное, полпроцента от общей площади. Связано это больше не с морозостойкостью, а с наличием медианица такого лидителя, который не позволяет вращать с нормальной себестоимостью груши. У меня вопрос, то, что вы не затронули более подробно, про безгербицидный питомник. Почему здесь посторонник именно этого? Ну, а в чем вопрос? Почему безгербицидный? Потому что у вас на нас питомник нет. А почему? Потому что применение гербицидов прежде всего подразумевает, что у вас образуется почвенная корка. А почвенная корка основное препятствует для нормального дыхания корней. И результаты гербицидного питомника и безгербицидного даже не слабо. Абсолютно согласен. А чем вы боретесь с этой почвенной коркой? Вручную? Препарат Тепкозин. Зина Степка. Наташа Степка говорит, что больше живет. Применение в питомнике, ну и не именно в модели детятки, очень хороший результат дает применение в русскорезах опы. Когда у вас все соронники уничтожаются, превентивно в фазе ниточки. Высокая производительность, отсутствие повреждений капельных линий. Шесть порядка прокола. Если сравнивать с затратами по гербицидам, получается, что гербициды стоят дороже. Занюши, вы питомниколог, правильно? Да. То есть, если вопросы возникают у людей по поводу саженцев груши, технологий, то это к вам. Да, ради бога пусть обращаются. Все. Редактор субтитров А.Семкин